Почему перегорают лампочки? И что делать, если лампочки у вас перегорают постоянно? Для примера я нашел старый патрон. На его примере я все расскажу. Итак, для начала мы должны понять, как подсоединяется провод. На классическом варианте, то есть два крепления под винт. Берется провод, тот который желто-зеленый, это заземление, мы его сразу убираем, как подсоединяется. Вставляем провода, я вам показываю наглядно и затягиваем. Это пробник, это не отвертка, просто у меня ящик с инструментом забрали во временное пользование, до сих пор еще не вернули. Для примера подойдет, да, перед тем как работать на электричестве, отключайте все электропитание и вот этим пробником проверяйте наличие электричества в сети, есть ток или нет. Это все не сложно. Ну так вот, показываю подсоединение. Если у нас лампочка постоянно перегорает, там раз в полгода, раз в три месяца, вы ее вкрутили, а она раз и перегорела, то есть проблема может быть в следующем. Вот эти вот винтики недозатянутые, видите два винта, которые держат провод и в этом случае у вас происходит маленькое короткое замыкание, то есть искренне происходит и лампочка у вас перегорает. То есть нужно отключить питание, взять отвертку и подтянуть. Вот эти винтики нужно просто подтянуть хорошо. И у вас лампочка будет гореть долго и очень хорошо. Другой вариант. Многие в проводке используют, это провод жесткий, мягкий провод. То есть видите, он похромится, то есть он тоже может давать плохое прохождение электрического сигнала. В этом случае надо его зачистить, обезжирить и облудить. И после этого вставлять в места соединения. В противном случае у вас будет то же самое. Лампочка будет постоянно перегорать. Следующий момент. Если даже вы подтянули все винтики, все подтянули и у вас дальше перегорает лампочка, то надо обязательно смотреть выключатель. То есть надо отключать автомат защиты на щитке. Вот таким вот образом выглядит. Отключать его. И снимать выключатель и подтягивать также все концевые соединения на выключателе. Также желательно на автомате защиты также есть винт. Он также крепит провод. Вот видите, он протягивается. Происходит то же самое. Подтянуть также провод. Проверяйте тестером, есть ли питание в сети. Если питания нет, его нужно отключить. Конечно, до щитков питания можете не доходить. Потому что люди, которых устанавливают, в принципе, профессионалы в своем деле. И подтягивать все очень хорошо. Если вы это не знаете, лучше, конечно, этим не заниматься. Ну вот самое простое, что вот можно в плафоне в лампочке просто подтянуть вот эти два конца. В принципе этого бывает достаточно. Следующим узким местом являются клеммные соединения. Принцип тот же самый. Сюда подключается один провод. И дальше подключается к люстре, к чему угодно, к лампочке, к переходнику. То есть он также закручивается на винты. Все закручивается на винты. То есть после того, как вы проверили непосредственно соединение провода и лампочки, Следующим элементом вы должны проверить, как плотно у вас затянуты провода в клеммной коробке. То есть может что произойти. Не дозатянули и у вас просто может провод свободно перемещаться в клеммной коробке. От этого может перегореть лампочка. Тоже самое касается и розеток. Если вы включаете какой-то прибор и он у вас неожиданно начинает. Очень плохо работать, перегорает, еще какие-то неприятности. Я вам рекомендую сделать то же самое. Во всех этих розетках также есть что подтянуть. То есть везде плохой контакт. Во всем всегда виноват плохой контакт. Нет контакта у вас будут перегорать лампочки и электроприборы. Все то же самое. Вот тоже винты. Подсоединение. Вот они подсоединение. Винты. И здесь есть заземление. Вот посередине это заземление. То есть везде все надо подтягивать. Ничего сложного во всем этом нет. Вйдет. Встаю. Теперь посмотрите на протяжку. Смотрите. Проверка. Поверка. Встал. Встал. Продолжение следует...